В более чем нестандартную ситуацию попали жители поселка Малая Топка Иркутского района. А свыше ста человек вынуждены жить в квартирах при практически стопроцентной влажности. Как такое возможно, разбиралась наша съемочная группа. Дубленки мужа достала, зимние вещи, скоро зима, можно сказать, наступила. Все в грибке. И так все верхние одежды. Семья Галины осталась без зимних вещей. В квартире сырое абсолютно все. Стены, полы, шкафы. Плесень заглянула даже в коробки к ботинкам. Они настолько живы, что сами сейчас пойдут куда-нибудь, да? И подобная картина в каждой из 35 квартир. Пятиэтажки в поселке Малая Топка. По соседству с плесенью люди живут уже месяц. Хотя жизнью назвать это можно с натяжкой. Стыдно детей в школу отправлять, потому что от них сыростью воняет. Приходится постирать вещи, унести к кому-то. Сушить придется и нашу видеоаппаратуру. Уже через 30 секунд в подъезде она покрылась водой. Спасает камера телефона. Кубометры горячего пара поднимаются из подвала. Если спуститься туда еще можно, то находиться внутри хотя бы несколько минут не получается. Лучшие бани и сауны Иркутска. Ничто по сравнению с этим подвалом. Порой даже кажется, если бы влажность и могла быть более 100%, это то самое место. В подвале по колено воды, но, как говорят представители управляющей компании, откачивать ее просто нет смысла. Причина не в прорыве трубы. Подвал затопило еще в августе после продолжительных дождей. Грунтовым водам уходить некуда. Единственный сток был засыпан несколько лет назад во время строительства других домов. И, похоже, кроме жителей эта проблема не интересовала никого. Пока не дали отопления. А горячая, потому что разводящие трубы сейчас находятся в воде. Этот бассейн, который находится в подвале, он просто греется. Но на данный момент решения нет. На данный момент решения никакого нет. Решения нет, а вот новых проблем из-за сырости хоть отбавляй. Практически каждый день случаются короткие замыкания электропроводки. Счетчики постоянно коротят. Несколько раз соседи сами выходили цветами. Лично я. Четыре года назад. Потому что ничего никто не делает. На все жалобы коммунальщики разводят руками и продолжают брать квартплату. Недавно повесили объявление об очередном сборе денег. Жаль только его не заламинировали. О ситуации в доме стало известно уже и в администрации Иркутского района. Сложив ситуацию, нужно предпринимать чрезвычайные меры. Поэтому специалисты службы ГОИЧС Иркутского района, специалисты управления ЖКХ данную площадку обследовали. Сегодня я беседовал с главой. Вероятнее всего, во второй половине сегодняшнего дня, либо завтра, будут направлены соответствующие техники и начнут выполнять мероприятия по отводу воды. Поможет ли это дому, где чуть ли не каждый второй обитатель плесень, пока неизвестно. Как и не ясно, что же станет с мокрыми стенами этой зимой. Евгений Шоев, Андрей Назаров. Новости по будням.